Надежда Пономарева рассказывает, их дом не первый раз посещают мошенники. Раньше предлагали отремонтировать окна, сейчас держать напряжение в сети. Приходят почти каждую неделю, как мухи на мед. Он нам говорит, что сейчас коронавирус. И очень часто перегорают холодильники, телевизоры. Столько судов, что мы не успеваем выплачивать вам деньги. Вы понимаете, что нужно что-то купить, чтобы напряжение не скакало. Значит, воткнули в розетку и 6,690 взяли. Ну раз вы пенсионерка, вообще это 21 тысяча стоит. Ну вам скидка. Злоумышленники обещают, что их устройство непременно стабилизирует напряжение, тем самым защитит электроприборы. Причем те же самые люди практически сразу предлагают и другую помощь. Фантазия у них богатая. И вот он пришел, подоконник пробалится. И вот как он может провалиться? Подоконник новый, ни одной из рапины. Инна Алексеевна тоже пострадала от рук мошенников. Правда, лжея электриков уже не пустила, к ней ломились монтажники. Рассказывает, случалось такое, что брали измором. Почти на глазах ломали окна и принуждали к ремонту. Один пришел, сказал, Рэму, вас отличный. И я пока ходила, дверь закрывала, он что-то сделал, и рама выпала вот эта вот. Он вот, видите, старая уже, надо ее менять. Я говорю, да бы вы его сломали. Но она бы сломалась все равно. Тогда бы вам стало 40 тысяч. А сейчас заплатите 15-50. Ну, часто присылают в почтовые ящики, кладут квитанции. Типа, срочно вам нужно поменять то электросчетчик, то счетчик на воду. Типа, вот звоните им по этому номеру телефона. Мы приедем, все сделаем, все поменяем. Но номер указанный, это явно не наш, не ЖЭКа, ничего такого. То есть вообще странный номер сотовый какой-то. Схема довольно простая. Главная цель мошенника – попасть в квартиру. Поэтому представиться он может кем угодно. Например, сотрудникам энергетической компании. Эксперты утверждают, что сотрудники компании очень редко приходят сами. Обычно их вызывают сами люди. Единственная услуга, которая может оказываться по выезду – это установка приборов учета. Заявку на установку приборов учета потребитель сам подает заранее. Поэтому его приход не становится неожиданностью. Но они не навязывают никакие услуги и не предлагают какие-то сомнительные товары. Нам удалось с помощью жителей найти контакты компании, которая занимается таким в кавычках «качественным ремонтом». Указанные контакты оказались недоступны. Активны только отзывы о работе. И то двухлетней давности. Фокусы показывали сверчением окон. И в самом деле чуть не сломали окно. Никакого талона не оставили, конечно. И быстренько смылись, когда поняли, что не на тех напали. Жирный минус этой компании. Пользуются доверием пенсионеров, ходят по квартирам и навязывают услуги по замене резинок, ручек и прочей фурнитуры за космические суммы. Качество ужасное. Простая аксиома. Чтобы не попасть на ужасное качество, не пускайте в дом специалиста, которого вы не звали. Если вы все-таки пустили и вам предлагают непонятные услуги, звоните в полицию. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком. Продолжение следует...